Здарова! Сегодня ролик, который абсолютно не похож на предыдущие ролики этого канала. Дело в том, что сегодня мы с вами обсудим такую больную тему, как количество кадров в секунду в игре My Summer Car. Забегая вперед, я скажу, что оптимизация FPS делится на три типа. Первый – это настройки непосредственно в самой игре. Второй – это оптимизация системы. И третий – кастрация игрового контента. Все манипуляции я сегодня буду производить с ноутбуком 10-летней давности Sony Wire. У него на борту Intel Core 2 Duo на 2 ГГц и видеокарта Radeon X 2300. Ее частота составляет 480 МГц, а максимальный объем оперативной памяти 256 МБ, что обещает нам, в общем-то, веселую жизнь. В первую очередь я скачал фрапс и запускаю игру для того, чтобы организовать точку отсчета. Например, посчитать, сколько FPS будет у меня в меню и в других частях игры. В выпадающем меню я выбираю 1280 на 800 и качество золотой глаз. В итоге я получил в начальном меню 5-6 FPS, в интро – 2-3, а в самой игре – 1 кадр в секунду. Ну, FPS, ребят. Один. Огонь вообще. Ну и в первую очередь, как только мы уже увидели игровой экран, я хочу посадить игру на диету и лезу в настройки графики. Значит, убираем сглаживание, отражение, дальность прорисовки. Попробуем выставить в ноль. Так. Значит, тени от солнца обязательно убираем. Обязательно убираем тени в доме, потому что это существенно влияет на FPS. Да и, в общем-то, все отсюда нафиг убираем. Угу. Ммм, убралось. Отлично. Попробуем продолжить. Мы получаем стремительное 3 FPS. Давай, персичек мой, нам надо сохраниться с тобой. Сейчас надо навестись на ручку. Боже, я представляю, знаете, вот ночью игра с одним FPS, там, например, когда не может нащупать выключатель. Это вообще что-то с чем-то. Так. Смотрите-ка, добрался. Чуть-чуть. Нам чуть-чуть осталось совсем. Совсем немного. Напомню, что это дом без освещения вообще, без лампочек, без чего бы то ни было. Так, отлично. Сохраняемся. Выходим из игры и меняем разрешение. Совершенно логично. Теперь поменяем на что-нибудь вроде, ну, допустим, не знаю, 1024 на 600, чтобы у нас сохранилось разрешение экрана. И качество картинки поставим худшим, то есть дерьмовым, непосредственно, как здесь написано. Пробуем, играем, что получится, не знаю. Нет, 4 FPS, 4 FPS я получил. Вполне, я считаю, уже играбельно. Да. Давайте попробуем выйти на улицу. С дачпада не очень удобно играть, но ладно. Ну, здравствуй, мир. Здравствуй. Мир в 3 FPS. Выглядят фантастически. Наши 5 FPS. Что с ними можно сделать еще? Можно еще понизить разрешение. 640 на 480. Новый сайм. Да, дерьмовая без вертикальной синхронизации. И мы имеем сейчас 18 FPS. Ну, и на улице мы по-прежнему получаем 4 FPS. 5. 4-5 FPS. Теперь, что я хочу попробовать. Я хочу в меню свойства системы, быстродействия, отключить лишние фигульки и разгрузить, попробовать память, значит, нашу видеопамять. Так, обеспечить наилучшее быстродействие. В меню у нас снова 18 FPS. Что у нас происходит на улице? Вот сюда куда-то я смотрю обычно. И сейчас колеблется снова между 4 и 5 FPS, но 5 FPS появляется немного чаще. В игре также доступно специальное меню разработчика, которое можно вызвать, нажав кнопку Escape, а затем кнопку F8. Однако, для оптимизации игры такой вариант не годится, поскольку выпиливаются из игры непосредственно сами объекты. То есть, вы можете удалить, например, какой-то транспорт, например, поезд, или еще хуже, например, минивены, или саму сатсуму в принципе. Но как только вы примените какие-либо изменения, игра запретит вам сохраняться, поэтому смысла от этого немного. Давайте посмотрим, что здесь мы можем заиметь. Пока у меня сейчас 6 FPS. И окей, что у нас в итоге? Пока никаких изменений нет. Итак, 5 FPS. Стабильно 5 FPS. Снова нажимаем F8. Ну и, например, уберем тогда сатсуму, собственно. То есть, мы лишим себя смысла вообще в этой игре. Она у нас пропала резко. Так, наша машина. Притом, при всем, по-прежнему имеем 5 FPS. Ага, все детали наши остались здесь. Ну и, как бы вы понимаете, да, что мы не можем обратно это вернуть, поэтому это не какое-то решение проблемы. С салона мы имеем, да, в общем-то, 6 FPS. 5-6 FPS также. Я чувствую себя реально в 98-м. Мы стабильно, получается, имеем 5 FPS. Так, ну окей, я думаю, понятно. Ищем дальше. Так, теперь попробуем перевести настройки нашего компьютера в режим повышенной производительности. Сейчас у меня Windows 7, но в Windows 10 что-то где-то примерно то же самое все. Соответственно, сейчас у нас сбалансированное, да, приключаем в режим высокой. На всякий случай посмотрю, что здесь. Управление питанием процессора. Здесь еще есть свойства графики, кстати, о птичках, от батареи. Максимум. От сети. Нет, давай-ка мы с тобой максимум перформанс. И здесь тоже максимум перформанс выставим. Я не думаю, что это имеет какой-то там гигантский эффект, но, возможно, это даст нам немножко больше FPS. В меню пока мы видим все те же 18. Все те же 4-5 FPS. Посмотрим. Сюда. Имеем уже стабильный, в принципе, 5 FPS. То есть раньше оно колебалось между 4 и 5, сейчас 5. Уже лучше. Едем дальше. Сейчас попробуем совершенно другую историю. Я скачал мод Improve FPS. Он просит меня установить мод Loader. Значит, последняя версия. Давайте попробуем его поставить. Каким-то образом, если он вообще поставится. А дальше нам на помощь придет мод Improve FPS, который потребует установки мод Loader. Поэтому ставим сначала мод Loader. Ссылки на файлы я оставлю в описании. Распаковываем мод Loader и открываем экзешник. Экзешник любезно скачает файл из интернета, где вы только что были. Мод Loader сразу же запустится. И нам нужно будет найти папку с игрой. И в ней найти mysummercar.exe. Если у вас официальная стимовская версия, ищем папку со стимом. Затем Steam Apps, Command, mysummercar.exe. И в ней выбираем mysummercar.exe. После этого в моих документах ищем папку mysummercar.exe и туда скопируем наш плагин. У нас, соответственно, здесь высветилось, что мод Loader наш готов. Запускаем, смотрим. Да, и, соответственно, по нажатию левого Ctrl, клавиши E, мы получаем у нас куча, 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 куча настроек. Давайте подключаем нафиг все. Плюс в том, что можно включить все это обратно. Все убираем, короче. Не будем мучиться. Трафик. Пероярви. Пероярви, окей. У меня только что прыгнул FPS. Лишний, лишний транспорт. Мы наш убираем. GIF, русско, ферндейл. Запчасти Сацума и саму Сацума. Сейчас, глядя в стену, я получаю, ребята, 15 FPS. 15! Я грохнул в этой игре практически все. Видите, уже гораздо быстрее все это рендерится. 13 FPS я получаю здесь. И, глядя в море, я получаю волшебные 18 FPS. 18! То есть, мы, я считаю, мы имеем... Включим Сацуму. Да, Сацума появляется. Она, собственно, спавнится, да. То есть, вместе с объектами у нас уходит и физика, и все, что жрет, как бы, FPS. Я бы хотел все-таки видеть, наверное, деревья. Как только я включаю деревья, у меня 7 FPS. Сказать, что это печально, ничего не сказать. И как только деревья я отключаю, у меня сразу... Сейчас 13-12 FPS. Ручник. Попробуем проехаться. Посмотреть, что из себя представляет, значит, Масса Саммеркар без... Практически без всего. Ну, скажем честно, весьма уныло. Потому что, по факту, мы просто получаем ландшафт и наш грузовичок. Ну, волшебно. Я думаю, что больше от этой игры мы не получим ничего. То есть, единственный способ нормально в нее поиграть, это все-таки обновить железо. Или подождать пару лет, пока выйдет, возможно, какое-то обновление с оптимизацией графона. Прекрасно. Единственная машина в игре у меня перевернулась. Такой вот наш пустынный пейзаж. Здесь можно... Я считаю, здесь можно только умереть. Ну, на этом все. Я надеюсь, у вас дела обстоят гораздо лучше, и вы получаете гораздо большее количество кадров в секунду. Ну, а если нет, я продаю свой старый GTX 560. Ссылка в описании. Если видео понравилось, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Так вы поможете узнать другим о том, как повысить FPS. Всего доброго!